ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Много положительных вопросов. Одна из самых развивающих, быстро развивающихся лиг. За пару лет 22 турнира, уже завтра 23 турнир. Как так получается стремительно развиваться и поддерживать вот этот быстрый, качественный темп? Конечно, прежде всего, это благодаря нашим партнерам, главному генеральному партнеру, энергетическим напиткам Gorilla Energy, ну и локальным нашим партнерам, таким как Шараф Давлад Муродов. Он уже второй раз из 23 номерных турниров. Второй турнир уже проходит в Барнауле. Ну и, конечно, мы у вас в гостях в очередной раз. Очень приятно, тепло нас встречаете. И этот результат, который делает Лига OpenFC, делаем все вместе, спортсмены, организаторы, партнеры. Вместе идем к своим целям. Шараф, давай еще раз поговорим. Я уверен, тебе этот вопрос задавали уже много раз. Но так подведем итог. Турнир OpenFC вновь в Барнауле. Насколько было сложно его организовать уже второй раз за такой короткий срок? Ну, на самом деле, уже второй раз намного проще, чем первый раз, так скажем. Уже рука набита немного. В принципе, слаженность команды тоже OpenFC. Ну, в принципе, на уровне, так скажем, одного слова понимания мы уже срабатываемся. Там есть Артем Кутепов, да, который тоже очень организованно, быстро реагирует на мои просьбы. Я взаимно так же. На самом деле, в принципе, в этот раз намного все проще и легче. Да, чуть-чуть подкачало отношения со стороны министерства спорта. Но ничего страшного, мы организовались своими силами, так что все хорошо, в принципе. Ну, здесь, опять же, про Минспорт поддержки от слова совсем, да, не было? Ну, в этот раз, да, конечно, поддержки никакой раз не было. Так что мы своими силами, с нашими партнерами местными и, конечно же, с Лигой OpenFC, которая доверила нам в этот раз, как бы уже тоже проводим такое огромное событие для Алтайского края. И, надеюсь, в следующем году при поддержке Министерства спорта мы проведем еще ежегодный турнир. Был турнир в феврале, сейчас уже пару месяцев прошло. Какие главные отличия от турнира, который был зимой? Ну, будет проводиться в спортивном комплексе «Темп», разница температуры огромная, потому что это не ледовый дворец, будет очень комфортно. И, на самом деле, увлекательность боев намного больше. Три титульных поединка. Главный бой вечера иностранец, так скажем, с Бразилии подерется с россиянином за главный титул, так скажем, который на этом пути и организации. Ну, это главный бой вечера Данила приказа против бразильца Джонаса Буэна. Бразиль уже прилетел или прилетает на какой-нибудь сейчас стадии? Да, он уже вчера прибыл. Мы его встретили, сводили в русскую баню. Он встретил первый снег. Так что весь колорит, так скажем, ему был по душе. То есть пока он атмосферой доволен до выхода в октагон. Пропитывается атмосферой. Александр, Лига OpenFC – очень крупная организация. Что нужно делать городу, чтобы Лига приезжала сюда? То есть в Барнаул уже два раза Лига приезжает. Грубо говоря, знаки и заслуги. И, наоборот, почему вы не поедете в какой-то определенный город? Здесь есть очень хорошая спортивная команда, которая зарекомендовала себя не только в Барнауле, но и во всей стране. Это «Стрела» Барнаул, команда которой возглавляет Шараф Далат Муродов. И, соответственно, прежде всего, необходимы местные герои, на которых придет публика и будет их поддерживать. Самая основная задача – собрать публику и зрителей. И сделать такое хорошее мероприятие для того, чтобы они почувствовали атмосферу смешанных единоборств, отдохнули и рассказали как можно больше друзьям. Многие спрашивают, чем вам помочь. Я говорю, знаете, когда вы приходите на наш турнир, расскажите вашим друзьям про эмоции, которые испытали. И так происходит от турнира к турниру. Аудитория, которая следит за нами, растет. И, соответственно, в тех регионах, куда мы возвращаемся, уже прям ощутимо, люди лучше болеют, качественнее болеют за своих ребят. Ну и узнаваемость спортсменов происходит. И завтра будет 8 спортсменов, которые представляют Барнаул, выйдут в октагон. И я думаю, что это будет хорошим поводом прийти, посетить это мероприятие жителей Барнаула и Барнаульской области Алтайского края. И, я думаю, поддержать своих ребят. И хотелось бы еще немного уделить время главному бою Жонас Байона. Это буквально, он, наверное, чуть больше года назад выступал Шарафом Далат Мурадовым. И это стало таким, на мой взгляд, хорошим соперником для Шарафа. Шараф выиграл этот бой. Но весовая категория, в которой дрался Байона, это 84 килограмма. Сейчас он дерется своей весовой категорией. Он находится на серии из трех побед подряд. И является временным чемпионом организации по среднему весу. И я думаю, что этот бой Данила Приказа и Жонас Байона станет украшением всего турнира. А в феврале проходил турнир. Как оценить публику барнаульскую и вообще атмосферу? Потому что вы ездите по многим городам России. Может быть, чем-то Барнаул отличается от других городов? Или все же везде так же с огоньком все проходит? Вы знаете, как это, везде есть своя специфика. И здесь, конечно же, в Барнауле было, на мой взгляд, очень большое количество зрителей. Даже вот в первый турнир посетило. И такая хорошая, теплая аудитория, которые болели, поддерживали ребят. И, на мой взгляд, турнир, который прошел в феврале в Барнауле, он прошел там на пятерку. Чего ожидаемо завтра? Дай бог. Сараф, насколько я знаю, если нет, то поправь у тебя в Белатаре бой в конце октября. Да, предварительно 29 октября. Но пока соперника до сих пор не нашли. Двое уже снялось. Как бы уже предлагали мне их. Они потом с течением времени снимались. Вроде бы, не знаю, после поражения я, так скажем, для них рейтинг я не интересен. А проиграть, так скажем, можно. Так что сейчас жду петицию. Шенген мне уже открыли. Петицию жду на американскую визу. Ну, у меня и подкрадывается сомнение, что на 29 октября я уже не найду соперника. И, скорее всего, это будет американский карт. Так что петицию я жду, получаю. Ну, и предстоит, так скажем, выступить в Америке. А там дальше посмотрим уже. По ситуации. По ситуации разберемся. Как совмещаешь промоутерскую деятельность и спортивную? Все равно уже к бою готовишься или это все воедино? Да, на самом деле я не промоутер, так скажем. Просто там наша команда выступает на турнире OpenFC. Мы, так скажем, на земле помогли организовать принимающая сторона. В принципе, ну, где-то какие-то определенные есть связи и возможности, чтобы договориться. Еще раз на, так скажем, сотрудничестве в других регионах. Ну, как раз раскрою секрет. На турнире приедут представители Новосибирской области и Республики Алтай. Там, может быть, как раз Александр Евгеньевич договорится по поводу дальнейших турниров нашей Сибири. Не только этот наш крайний город, так скажем, Сибири. Так что посмотрим. Не знаю, о чем договорятся. Но в целом тенденция есть, да, там интерес проявляется. И особенно у нас тут, так скажем, у сибиряков, которые очень жадные, так скажем, на этот турниры, которые очень редко бывают. И все хотят посмотреть эти бои. Ну, есть определенные, так скажем, ситуации, которые там зрители ограничивают. В прошлый раз была пандемия, в этот раз политические моменты. Так что, надеюсь, ну, все равно же, так скажем, в прошлый раз не остановило зрителей. Пришли, посмотрели. Так что, я надеюсь, и на этот раз не остановит. Жизнь не останавливается. Идем дальше. День до турнира. На какой сейчас стадии наши спортсмены как себя чувствуют? И какой этап подготовки прямо сейчас? Ну, с утра мы, ребята уже все сделали вес, прошли процедуру взвешивания. Вечером будет фейс-тофейс, 19.00. И будет самое интересное, эмоции, провокации. Так что и настрой на завтрашний бой. Александр, барнаульскую публику вы уже знаете тоже очень хорошо. И барнаульских спортсменов тоже. Несеров, Габараев, там, ну, в каком-то смысле, ну, вы знаете. Что можно сказать про этих бойцов и что им нужно сделать, чтобы Лига предложила им контракты? Многие из этих ребят, они уже находятся на контракте и выступают в нашей организации. Ну, если, допустим, выделить из всех барнаульских ребят, вот, завтра за пояс чемпиона в полулегком весе Амин Гасимов будет выступать и пытаться забрать пояс временного чемпиона. Вот, соперник Аделет Нурматов из Киргизии, очень крепкий парень, утром взвешивание он провалил, не сделал 900 граммов. И, соответственно, он получит определенные штрафные санкции, там, финансовые по гонорару. И, соответственно, не будет претендовать в случае победы на пояс чемпиона, временного чемпиона. Вот, я считаю, что у Амина есть все шансы забрать этот пояс. И, скажем, первый пояс лиги OpenFC, чтобы красовался в клубе «Стрела» Барнаул, для этого есть все необходимое, чтобы сделать это. Поэтому, я думаю, что это, на самом деле, один из таких самых перспективных спортсменов на данный момент. Ну, и много ребят, которые подтягиваются к этому уровню, выступают. И, я думаю, что много имен, много звезд, новых звезд, которые начнут светиться и, скажем, являться маячками для подрастающего поколения, для того, чтобы приходить и заниматься смешанными единоборствами. А можно, по вашему мнению, Барнаул назвать перспективный город в рождении новых спортсменов, новых бойцов? Вы знаете, как вот, на самом деле, это же не город рождает, а клубы. Это правильная, грамотная, выстроенная работа. И здесь, я думаю, у Шарафа есть абсолютно все для того, чтобы ребята, скажем, поддерживали себя в хорошей форме, ну и также набирали, становились лучше. И отдельное внимание хочется уделить на тренировках именно патриотическому воспитанию. Вот, и насколько сейчас вот очень такой низкий патриотизм в стране, и проводя тренировки, нужно приглашать каких-то ветеранов, ребят, которые знакомились, общались со спортсменами, рассказывали про свои там подвиги, которые делали, рассказывали про свой такой сложный путь во имя своей страны, которые прошли через там такие испытания, преодоления, но остались в живых. И теперь могут рассказывать вот этим ребятам, которые находятся в хорошей физической форме и могут в ближайшее время там стать защитниками нашего Отечества. То есть вот именно прививать вот этот патриотический дух и отсутствие у спортсмена вопроса, зачем. Шараф, ну и, наверное, про работу клуба. Давай с тобой чуть-чуть кратенько, но и в то же время подробно поговорим. Вот как обычному парню, который просто к вам пришел в зал, вырастить до статуса профессионального бойца? То есть как вот может ступень, алгоритмы? Ну, на самом деле схема очень простая. Приходишь, занимаешься, прикладываешь усилия, ты должен пройти, так скажем, любительский бэкграунд. Ну, я в свое время прошел у меня там по любителям 700 боев, мастер спорта по четырем видам. Так что у меня бэкграунд, когда я перешел по профессионалам, там первые 10 боев я даже не чувствовал на самом деле. Ну, потому что в любителях, особенно по ММА, там по боевому самбо, встречался уже с такими топами, которые были в свое время там уже по профессионалам, так скажем, звучали на аренах. И в принципе, ну, получаешь опыт, выступаешь, и там уже, так скажем, если тебе охота связать свою жизнь с профессиональной карьерой, ну, на самом деле профессиональная карьера это очень сложная такая, и она может стрельнуть, может не стрельнуть. Это как рулетка, так скажем. Ну, я сразу не хочу там обольщать какие-то там позитивные моменты на будущее, что типа вот вы там каждый там можете проявить себя и так далее. Нет, давайте будем реалистами. Ну, я всем говорю ребятам, чтобы быть здоровым и сильным мужчиной, надо, ну, там, так скажем, выполнить норматив мастера спорта. Да, да, это перерогатива и моему сыну я буду также доносить. Я не буду там навязывать, чтобы он стал профессиональным спортсменом. Я хочу, чтобы он был сильный мужчина, который может постоять за себя и за близких. В дальнейшем, если он скажет, я вот хочу связать профессиональную карьеру, так скажем, и мой или какой-то либо воспитанник, или мой сын, соответственно, я думаю, что это в дальнейшем уже от желания его, потому что ты не сможешь стоять над ним, и он без желания заставлять его пахать. Потому что это такая работа, как у шахтера, изо дня в день ходить на этот зал, два раза в день тренироваться, не ходить на праздники. Там у тебя нет отпускных, так скажем, и ты сидишь, ну, молодость я всю пропахал, так скажем, в зале, но я на самом деле вообще не жалею об этом. У меня много знакомств друзей, близких, проверенных друзей, которые уже с годами, так скажем, и за столом пили-ели. И, в принципе, много пота и крови пролили, и я знаю за себя, что очень этот труд окупился. Так что я, тут уже самоосознание должно быть. В принципе, вся система, это вот как раз прийти, любительский бэкграунд, захотел, попробовал по профессионалам, не получилось, но зато ты попробовал. Ты ни о чем не жалеешь, получаешь, но обязательно параллельно получать образование реально качественное, потому что это нам все равно ты с образованием должен быть. И даже в профессиональном спорте связать, так скажем, два слова и, в принципе, понимать, в каком течении ты должен двигаться. Так что обычная схема. Главное пробовать. Здесь еще, знаете, какой момент, на что бы хотел акцентировать внимание, заниматься спортом не для того, чтобы выступать на профессиональном и любительском октагоне, ринге, а заниматься спортом для того, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. И вот Шараф приезжал нам в мае месяце почетным гостем, в августе месяце, по-моему, да, в августе месяце. В августе, да. Да, и здесь у нас есть там группа здоровья, которая там где-то 25-30 ребят ходит, такие взрослые, возрастные, там старшему, наверное, на 53 года, который занимается все. И Шараф провел такой небольшой такой мастер-класс, открытую тренировку. И насколько, скажем, грамотно работает Шараф со своими учениками, ну, в том числе, как бы, ребятами, которые пришли на тренировку, насколько он их втянул внимание, погрузил. И такая вот спортивно-игровая тренировка прошла, и после которой было очень много позитива у спортсменов, вот у ребят, которые, вот у группы здоровья. И здесь, я думаю, что, допустим, процентов там 10-15 из тех ребят, которые приходят в зал, будут давать результат в любителях и профессионалах. Все остальные занимаются спортом для того, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, ну, и заниматься там таким вот правильным, правильным, как это правильно называется там, что-то это, не выспался немножко там. Правильным делом. Нет, не правильным делом, а здоровый образ жизни вести. Поставим между этими словами равно. Ну что, я думаю, на этой положительной ночи мы, к сожалению, завершим наше интервью. Встречаемся завтра в спортивном комплексе Temp 18.00 на OpenFC 23. Субтитры сделал DimaTorzok